Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы находитесь на моем канале. Я Дмитрий Трофимов. И сегодня мы поговорим, в чем отличие словесной импровизации от базовых навыков общения. Разберем кардинально, да, что есть в базовых навыках общения, что есть словесная импровизация. В общем-то, они как бы похожи тем, что там и там мы прокачиваем навык говорения. Но все-таки там есть очень важные отличия. И понеслась. Окей, что такое словесная импровизация? Вы уже знаете, да, есть видео на моем канале про словесную импровизацию. Но почему словесная импровизация отличается от базовых навыков общения? Словесная импровизация – это когда говорите «вы». Представим, что как будто бы словесная импровизация. Я что-то говорю, очень интересно, рассказываю историю, могу там применить какие-нибудь роли. О-о-о, юшки, хо-хо, я устал, я хочу немножко посидеть. Я говорю, как бабушка, например, да. В этот момент что я делаю? Я играю роль, я говорю, люди слушают меня. Моя задача в словесной импровизации, если вы тоже тренируетесь по словесной импровизации, ваша задача – привлечь внимание собеседника и чтобы собеседник вас слушал. Вы или я говорю, а собеседник слушает. Вот это самое важное, да, в словесной импровизации. Не важно, сколько людей, это может быть один человек вас слушает, это может быть 50 человек, это может быть тысяча, это может быть миллион человек. Вы говорите, и все внимание на вас. Ваша задача – создать картинку, образ в голове собеседника, чтобы он переживал то же, что говорите именно вы. Это является словесной импровизацией. И там есть нюансы, да, опять же говорю. Это игра ролей, игра эмоций, правильное построение предложений. Опять же, это описание правильно истории, да, красивые слова. Все это нужно применять правильно, и это является словесной импровизацией. Ну что же такое базовые навыки общения? Базовые навыки общения – это когда говорите вы, а потом говорит собеседник. То есть 50 на 50. То есть 50% говорите вы, 50% говорит собеседник. И собеседник говорит, потому что вы задаете ему интересные вопросы, и его это зажигает. У вас прокачана наблюдательность, и вы наблюдаете за собеседником и понимаете, что вот эта тема ему интересна, а вот эта тема ему неинтересна. То есть вы точечно-мастерски можете задавать вопросы, вы также сама раскрываетесь, вы что-то говорите от себя. Собеседнику это тоже интересно, он тоже добавляет что-то от себя. Вы дополнительно потом еще задаете вопросы. 50 на 50. Принцип пинг-понга. Говорите вы, говорит собеседник. Опять же, да, на моем канале уже есть примеры петли общения. На моем канале есть пример словесной импровизации. У меня на моем канале есть, что такое базовые навыки общения. На моем канале есть, что такое словесная импровизация. Все это можно посмотреть. Ссылка сейчас на некоторые видео появится вверху. Пройдите, посмотрите. Но вы уже поняли, да, суть. Словесная импровизация – это когда говорите «вы». Говорите ярко, красочно, интересно, красиво. И собеседник прям с интересом вас слушает. Так переживает то, что вы говорите Кайфует, смеется, грустит Потому что вы создали такую историю Где нужно немножко сгрустнуть А базовые навыки общения Это когда вы внимание переключаете на собеседника И собеседник вам что-то говорит Вы задаете ему вопросы Потом говорите что-то вы от себя Потом задаете вопрос собеседнику Собеседник задает вопрос вам То есть пинг-понг И так далее Вот самые главные кардинальные отличия И кто-то может задать вопрос Дмитрий, а куда же мне записаться? На какую практику? Или какой мне навык прокачать в первую очередь Словесную импровизацию? Либо базовые навыки общения? Что для меня важнее? И вы должны задать себе вопрос Что для вас важнее? Когда говорите вы и вас все слушают У вас проблема именно в этом То есть когда на вас переключается внимание Или вам говорит кто-нибудь Расскажи что-нибудь Или расскажи историю Вы в этот момент молчите Потому что вы не знаете как говорить Вы не знаете что говорить То есть вы молчите А может быть именно проблема в этом А может быть проблема в том, что базовые навыки общения – это когда вы хотите раскрутить собеседника на эмоции, на какие-то истории, которые он может рассказать. То есть вы переключаете внимание на людей и что-то хотите узнать у них, хотите больше друзей, потому что благодаря базовым навыкам общения вы можете создать себе круг друзей, состояние определенного себя вызывать. То есть когда взаимодействуете вы, вы хотите затянуть человека в беседу. Вот это самое главное – затянуть человека в беседу, а не только когда говорите вы. Это тогда базовый навык общения. Самое главное помните – навык говорения можно прокачать. Это реально, 100% реально. Навык говорения можно прокачать. Напоминаю, у меня есть телеграм-канал. Обязательно туда подписывайтесь, потому что там много интересной информации. Я там делюсь. Классные информации у нас там, классные рубрики. Мы что-то все время обсуждаем по саморазвитию. У меня есть личная страница ВКонтакте. Там я провожу обучение по своим практикам. У меня есть Инстаграм. Фотками делюсь, видео. И у меня есть также Фейсбук. Я хочу рассказать тебе историю. История очень короткая, но запоминающаяся. Я как-то шел по улице, и навстречу ко мне шла красивая девушка. Я не знаю, это незнакомая девушка. Я смотрю в глаза, а она не смотрит мне в глаза. Я смотрю в глаза, а она не смотрит мне в глаза. И потом я подумал, что-то здесь не так. Я же классный, я же красивый, я же мощный. Почему она на меня не смотрит? А она все так же не смотрела на меня в глаза. И мы так и разошлись в стороны. Это была словесная импровизация. Базовое навыки общения. Слушай, как у тебя настроение сегодня? Ба-бла-бла-бла-бла, там отвечает кто-то. У меня классное сегодня настроение. Солнышко светит, девушку встретил на улице красивую, залип на нее. А как ты относишься вот к красивому людям? Тоже нравится, да? Это прекрасно. Это были базовые навыки общения.